Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нужно просто себя обнулить Вспомнить себя дошкольного возраста И только потом уже садиться за предмет с незазоренными умами И вот хорошим примером является последний наш фильм с Юлоной По материалам Правина Махана Найден древний дуговой реактор Что это за реактор такой? Все задают вопросы Давайте разберемся, что же хотел показать автор По моему мнению, это поэтический образ, выбранный Правином Чтобы раскрыть создание людей Чтобы и они увидели то, что он обнаружил в архитектуре Могут, конечно, возразить люди, вокруг которых вращается вселенная Дескать, раз они не увидели Значит, автор неудачный образ выбрал или не доработал Но ведь я пули снегопада увидел И для меня этот образ разложился многомерной матрешкой Во-первых, Правин изначально упомянул «Железного человека» Да и название фильма несет в себе отсылку к культовой фантастике Ну и как гармонично и красиво Правином был выложен сюжет Это нужно самим быть с широким кругозором, чтобы это увидеть Вопреки расхожему мнению, я прекрасно понимаю, что делаю Для тех, кто отстал в своей жизни от поп-культуры И не смотрел драматический блокбастер «Железный человек» — краткая экскурсия Тони Старк — незаурядный персонаж Характер скверный, склонный к саморазрушению В своей жизни мог стать талантливым инженером Порядочным сантехником, бестолковым юристом Или гламурным телеведущим Но жизнь для него избрала другой путь К великому сожалению, к Тони Старку перешло солидное наследство от его отца Не выдержав такое горе, Тони страдал алкоголизмом В нелегкие обязанности его входило ежедневное ублажение беспризорных куртизанок Не обремененных покровительством публичного дома А также в роли рекламного шута Частые поездки к военным, которые стали миллионерами за счет благодарных налогоплательщиков, живущих в трущобах Где, собственно, и произошел переворот его судьбы Он попал в руки злодеев Ну как злодеев? Таких же, как и его военные миллионеры То есть к своим же работодателям на подработке Только с разницей лишь Ммм, что теперь тебе никаких девочек Никакой сауны Никакого алкоголя А в качестве поощрительных и стимулирующих факторов Являлось групповое ежедневное избиение Из воспитательных соображений Насмотрелся этих воспитателей Тони Мысли в голове скакали, как проплаченный митинг на Майдане Так это что же получается, размышлял Тони Войны ведутся не ради победы А ради того, чтобы военные продолжали быть миллионерами И их паства еще больше носила Как в церковь бабушки пожертвования в налоговую Это же нас разводят, как детская передача На добрании чмалята, где Хрюша и Степашка Оказались двумя куклами, управляемыми одним человечком Оказывается, патриотизм создан для лохов То есть для легковерных особ, склонных быть обманутыми В общем, избили Тони Старка воспитатели Тони обиделся, а вы решили, что чистолюбие в нем сыграло? Хм, дескать, ему стало жалко мужиков с оружием в руках и сидящих в танках? Кстати, почему сидящих в танках? Чтобы не смотреть в глаза местных жителей и не отвечать на вопрос Зачем вы сюда приперлись? Ведь они и сами не знают, чего приперлись-то Как ответить и зачем вообще нужно отвечать? Это в Америке телевизор патриотам растолковывает красивыми лозунгами и ораторами А там же темные люди не смотрят Би-Би-Си Оттого в танке и сидят Так вот, Тони не жалко стало этих балбесов с оружием Просто он был избит своей же палкой Что возмутило его ранимую душу Причем так возмутило, что вдохновился создать Из самых старых аппаратов и прочего хлама Действительно новаторскую вещь Дуговой реактор Дуговой реактор – это некий прибор, от которого работать может весь механизм Холодный ядерный синдез производит объединение элементов при обычных температурах Чего в реальной жизни добиться, увы, пока никому не удавалось Для того, чтобы реакция произошла на Земле Тони использовал специальное вещество, так называемый катализатор В качестве которого выступал палладий Именно палладий стал первым химическим элементом Который использовал Тони Старк для создания своего первого дугового реактора Эти события происходили в Афганистане В том самом географическом регионе Где паразиты развязывают войны постоянно Последнее с НАТО, до этого Союз А еще раньше Великобритания О последней, собственно, не принято говорить Это же помните, как Шерлок Холмс в советском фильме устроил Причинно-следственный анализ жизни доктора Ваксона Думаю, что тебе интереснее другое Разбил бы ты лазу, если б я не сказала Прокачав его, что Пифионео В оригинальном фильме были слова Ты был на войне в Афганистане Советская цензура выправила на такую фразу Ты был на войне на Востоке Хо-хо-хо, не гоже ведь на хозяюшку мира сего Нехорошее говорить Но вернемся к исследованию Правина Мохана Которое он выложил в очень хороший сюжет Вначале просто подготовительно ввел в курс дела аудиторию После чего основной сюжет откладывается в сторону В сторону этих чертежей дугового реактора Внутри так называемого храма Ведь ткни носом лють человеческую в книгу А не увидит оттуда только фигу То есть говори-не говори, что это механизм Никто его не увидит Нужны примеры Их Правин находит снаружи Все эти механизмы показаны в резьбе И тут надо отдать должное Правину удалось вытряхнуть религиозную ахинею из головы Что смладу нас закладывают И посмотреть на изображение с незасоренным умом То есть как дошкольник Как ребенок Прикрепил к сюжету пример из современной технологии Которой, по сути, пару лет И только после этого он зашел в храм Где на потолке этот механизм показан в разных комнатах В разных формациях Прямо-таки Тони Старк Находясь в плену в пещере Накладывал несколько разных чертежей конструкций Которую видно лишь на столе с подсветкой Цель такой конспирологии понятна Чтобы террористы не поняли суть механизма И не дать в их руки передовые технологии Теперь хоть понятна многомерная матрешка этого образа Ведь и так называемый храм мог строиться так Как ярко иллюстрирует поп-культура фантастического жанра То есть завуалировав в архитектуре всю схему Но те, чью черную дыру вселенная прокручивает своим вращением по оси Пошутят, дескать, это автор Железного Человека насмотрелся А что с ним будет, когда дойдет до Человека-паука? Так доходили уже Костюм Стервятника очень хорошо обдуман И те, кто хорошенько так покопается в теме летающих машин Которые уже изобрели, с этим вполне согласятся Летающий костюм Стервятника вполне жизненная модель И так и с Железным Человеком После выпуска фильмов уже многие начали создавать эти костюмы На разных принципах Разные модели Летают? Еще как! То есть фантастика не такая уж и фантастика В отличии от официальной истории Единственное, что в них не так Все они на примитивном виде топлива Но принцип дугового реактора украшает стены так называемого храма И схема там пылилась еще задолго до того, как Марвел задумал сюжет своего фильма Так почему фантастика правдивей истории? Здесь мы вернемся к фильму Юры Тимовского, который натолкнул на многие мысли Всем привет! В эфире TM Studio Название ролика это вовсе не кликбейт Вполне вероятно, что очень скоро меня действительно могут объявить шпионом Госдепа Или, как у нас любят говорить, иностранным агентом И не только меня, но и многих авторов разных каналов на Ютьюбе Многих авторов статей, которые пишут свои какие-то заметки на других ресурсах И вообще всех, кто не согласен с деятельностью государства Сегодня мы продолжаем с вами разговор о законе о просветительской деятельности Буквально сегодня, несколько часов назад, этот закон был принят в третьем окончательном чтении В чем я лично не сомневался Но что сподвигло меня на запись этого ролика? Дело в том, что мне попала эксклюзивная запись обсуждения сенаторами этого законопроекта перед третьим чтением И данное обсуждение поставило все на свои места Расставило, как говорится, по полочкам Полную запись вы сможете посмотреть по ссылке в описании к этому ролику Я же вам покажу некоторые фрагменты Вы поймете, что я был прав все это время Вы поймете, что последний мой ролик про Субботина, что он получил по шапке Это тоже именно так, как я и говорил Потому что ничто не волнует авторов законопроекта о просветительской деятельности Кроме как то, о чем вы сейчас услышите Итак, внимание на экран О законе о внесении изменений Федеральный закон об образовании в Российской Федерации Докладывает наша коллега Елена Владимировна Афанасьева Прошу вас Спасибо большое Уважаемый Константин Осипович Уважаемые коллеги Сенаторская комиссия по защите суверенитета Еще в 2017 году Выделила 12 направлений вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Среди них также была и просветительская сфера Через которую в том числе пытаются разрушить наше общество и государство Разные просветители, ученики, как они себя любят называть Более 30 лет пытаются работать на территории нашей страны Прикрываясь именно просветительской деятельностью Есть откровенно криминальные структуры Если мы вспомним, например, 90-е годы Такая структура, как Аум Синрикё Но напомню вам, что руководитель этой структуры в Японии был казнен в 2018 году А на территории Российской Федерации до сих пор этих последователей вылавливают И подвергают уголовному наказанию Также мы с вами наблюдаем, как пытаются вовлечь наших молодых людей на пространствах России В нежелательную, запрещенную у нас террористическую организацию ИГИЛ И мы с вами до сих пор вывозим и женщин и детей Которые последовали за своими супругами или воими каких-то жестких кровавых идей Но они тоже себя когда-то считали просвещенными учениками Есть просветители, которые не убивают оружием А используют для этого слова и различные псевдознания Например, возникло в Англии, обосновалось в Америке общество плоской земли А вот опрос в ЦИОМ 2018 года показывает, что в России 3% граждан считают, что земля плоская С одной стороны это смешно, но с другой стороны мы должны делать выводы Что по какому пути работают наши коллеги в кавычках Я лично, как и другие авторы, хотим, чтобы мы жили в самом просвещенном государственной земле Чтобы у нас 4,5 миллиона человек не думало о том, что земля плоская У нас пока так Я не преувеличиваю Друзья, это данные в ЦИОМ 3% населения Российской Федерации полагают, что земля плоская До 90-го года такого не было Далее я вам покажу еще кое-что интересное Но пока обсудим это Два сенатора Афанасьева и Климов Два главных автора данного законопроекта И все, что их волнует Это террористические угрозы и сторонники теории плоской земли Которых наглым образом приравняли к данным террористическим организациям Я цитирую Есть просветители, которые не убивают оружием А используют для этого слово То есть Есть террористические организации, которые убивают при помощи оружия А есть просветители, которые убивают при помощи слова То есть фактически равно Их беспокоит То, что много-много миллионов уже людей Стали верить в плоскую землю И поэтому они принимают в такой спешке данный закон Который уже с 1 июня станет действовать Вы понимаете, о чем идет речь? Вы понимаете, что больше ничего их не беспокоит? Ни экстрасенсы, которых показывают по телевизору Ни мошенники, которые при помощи липовых фондов Собирают путем отправки людьми смс-ок на лечение детям Ни финансовые пирамиды, которые рекламируются во всем интернете Ни мошенники, которые продают лечебные водички Генераторы бестопливные Ничего это не волнует Их волнует то, что люди верят в плоскую землю Я хочу подчеркнуть следующее Сенатор Афанасьева читала заранее написанный текст с айпада То есть они подготовили этот текст Это не с фонаря взято Это не для примера было приведено плоская земля Это именно было написано у нее заранее Они готовились к этому выступлению И что Афанасьева, что Климов беспокоятся Что люди верят в плоскую землю Вы можете вообще в этот бред поверить Что их беспокоит, как люди живут Вы видите в магазинах, как растут цены Вы видите, как происходит беспредел Как у людей маленькие пенсии Не могут ни на что прожить Не могут ничего себе купить А тут они забеспокоились, что люди верят в плоскую землю Теперь авторы, которые когда-либо рассказывали про плоскую землю Которые сейчас рассказывают про плоскую землю Или будут в дальнейшем об этом рассказывать Могут вполне реально в скором будущем стать шпионами госдепа Поэтому это уже суровая реальность, которая произошла Мало того, есть блогеры, которые подписали петицию Петицию, которую сделали ученые Большая группа ученых, несколько институтов Мировые имена написали петицию О том, что они не согласны с данным законопроектом И Климов на полном серьезе сказал, что все это на самом деле Проделки госдепа Я могу, учитывая, что у нас открытое заседание Сказать, что мы получили информацию о том, что в Вашингтоне Собираются торпедировать этот законопроект За неделю до его внесения По известным вам каналам Это вообще как? А потом люди говорят, что это у нас воля народа Какая-то такая есть Непонятно, правда, кем Сформулированная Которая идет относительно этих поправок Посмотрите внимательно сейчас, ученые, на все это Посмотрите на это совещание Вы готовы себя назвать агентами госдепа? Вы же дали эту петицию людям на обозрение, чтобы они подписали И я знаю, что многие альтернативщики за кадром подписывали эту петицию Просто не говорили об этом своим зрителям И вы тоже стерпите, что вы агенты госдепа? Вот за неделю до принятия этот закон по информации Хотели саботировать в госдепе из Вашингтона А где доказательства? Где у Климова доказательства? То есть фактически все, кто против данного закона Все агенты госдепа Вы поймите, они уже не остановятся Вы поймите, что это просто уже через край Вон выходящее Просто абсурдное Непонятное И вообще страшное До каких пор мы будем молчать? Это просто уже нельзя терпеть Это просто уже издевательство Если вы думаете, что только плоская земля Их беспокоит, то послушайте этот фрагмент Кстати, из последнего, чем занимаются так называемые просветители В кавычках Это известная тема о том, что при вакцинации Вы вместе с вакциной получаете чипы Слышали, наверное, да? Ну вот Среди нас есть вакцинированные коллеги Никаких чипов, конечно, никто не получал Не получит и не мог бы получить в принципе Но такое просвещение-то ведь идет по полной программе Как я сказал уже ранее, данный закон начнет действовать с 1 июня 2021 года Этим же летом планируется начать испытания российской вакцины на детях Если кто-то посмеет высказать какую-то иную точку зрения Какое-нибудь альтернативное мнение по поводу этой вакцины То тоже попадет в категорию шпионов Госдепа Нельзя ничего подвергать сомнению Нельзя оступиться А можно будет только покорно выполнять все то, что будет спущено сверху Так называемое ТЗ, техническое задание Обращаемся к вам и обращаем ваше внимание на то, что наш законопроект Дает определение просветительской деятельности При этом не запрещает никому заниматься такой просветительской деятельностью Ни государственным структурам, ни органам МСУ, ни физическим лицам, ни индивидуальным предпринимателям, ни юридическим лицам Самое главное, что такая просветительская деятельность должна быть нацелена на интересы граждан Российской Федерации И не должна приводить никакому виду розни Это мы также отмечаем в нашем законопроекте Все, кто продолжит вещать на какие-то темы Которые будут, допустим, просветительского характера Рассказывать о космосе Рассказывать о древних технологиях Когда антропогенез, например, при помощи палок-капалок Якобы египтяне делали вазы Им сверху будет поступать техническое задание О чем можно говорить, а о чем нельзя Все должно быть согласовано Нельзя подвергать сомнению ни историю, ни науку, ни мироздание, ничего Только с разрешения И об этом говорили сенаторы на данном совещании Поэтому все инакомыслие будет пресечено на корню Оппозиционные ролики Ролики, которые говорят о вреде вакцинации Ролики, которые рассказывают о мироздании Причем не полая земля Ни сотовая, ни треугольная, ни чемоданная Именно плоская Задумайтесь об этом Поэтому, когда я говорил, что РНТВ получили по шапке Теперь вы понимаете, что я был абсолютно прав Вот вам подтверждение На полном серьезе они забеспокоились Ни о чем больше не беспокоятся Не о том, что уровень образования упал Не потому, что кто-то рассказывает о плоской земле А потому, что вы ввели всякие реформы провели ЕГЭ отупляющие Ввели какие-то непонятные предметы ненужные туда Основы этикеты Основы православия Что еще его туда ввели? Несколько языков заставили учить одновременно Для чего? Для того, чтобы ребенок просто не мог справляться с тем, что ему задают Чтобы он отупел А вы вините в этом кого? Альтернативщиков? Поэтому задумайтесь Я сейчас обращаюсь к авторам каналов альтернативных Не к зрителям Зрители просто потребители контента Они смотрят нас Очнитесь Очнитесь До каких пор все будет это происходить Рассказывайте об этом максимально всем своим зрителям Потому, что это уже край Надо что-то делать Или тоже хотите стать агентами Госдепа На сегодня у меня все С вами был TMStudio Смотрите мои следующие выпуски И подписывайтесь на канал Я вам скажу больше Мы тоже проводили собственные исследования У нас молодежь в Москве в возрасте 20-25 лет Затрудняется сказать За что-то сказать Сталин репрессировал Кутузова Я не преувеличиваю Так за что Сталин репрессировал Кутузова? Попробуйте найти ответ в каком-нибудь учебнике В каком-нибудь официальном источнике А теперь давайте посмотрим фрагмент из нашего фильма Лошадь истины загнали в стойло научной фантастики Расцвет технологий пришелся на 20-30-е годы прошлого столетия Не расцвет технологий, а их упадок Дружить нужно с тем, с чем нужно дружить А дружить мы можем со своими глазами И своим собственным размышлением А не враждовать с ним в чью-то еще угоду К примеру, возьмем структуру городов Наиболее приближенные к этому И, пожалуй, первые Это диггеры Оттого они сегодня вне закона Наверное, и сами диггеры не догадываются К чему приблизились И как это выливается в сегодняшние расследования Какое было прошлым на самом деле Сегодня не сложно узнать, что каждый город был в форме звезды Найти старинные гравюры и понять, что они как минимум на 10 этажей под землей Сегодня нет проблем найти в интернете подземную часть каждого города С его многоэтажными вглубь ветками от метро до других помещений Которые зачастую квалифицируют как подземные реки или канализационные стоки На самом деле, все это было оборудовано под город-звезду И изначально находилось на поверхности Есть ли примеры, доказывающие эту версию? Безусловно Мы рассматривали пневмопоезда Америки, которые относятся к Битчу И заметили, что под каждым нашим старинным городом присутствуют как раз такие тоннели Очень подходящие к пневмотранспорту А теперь давайте более ювелирные тоннели рассмотрим под пневмопочту На глубине 20 метров ниже уровня улиц в Лондоне существует система тоннелей общей длиной 6,5 километров А что такое 20 метров? Представьте себе, что вы подсобник Поднимайтесь на седьмой этаж и посмотрите вниз Представляя, как будете кирпичи бросать мастерам и подавать раствор Уже молчу, как можно 6,5 километров прорыть через построенный уже город аж на 20 метров в глубину И это же полбеды Вот красным выделена линия пневмопочты Видим, линия почты идет через реку Если я не прав, в своей версии, то пусть сами историки попробуют просветить на этот счет Как это на 20 метров можно было прорыть и через реку обложить миниатюрный тоннель кирпичной кладкой? А как же классика? Должны же быть какие-то моменты, освещенные в литературе? Они есть И с этими моментами даже очень интересно К примеру, Жюль Верн в своем романе «Париже в 20 веке» Описывает пневматические поезда, маршруты, которые пересекают океаны А в романе с похожим названием «20 веке» Альберта Робеда Описывалось, что такие поезда полностью вытеснили привычный железнодорожный транспорт Я по пневмотранспорту готовил публикацию больше года назад, но у меня компьютер сгорел и весь материал улетел в трубу На то время я подобрал много классиков Все их романы описывали город-звезду, окутанную пневмотрубами как транспорта, так и почты Все эти романы подписывали, как научную фантастику Но ведь, опускаясь в подземки, мы видим, что это было в прошлом Согласитесь, ерунда получается, как же так? Ответ на это подсказали сегодняшние события Недавно депутаты задумались ввести закон о просветительской деятельности О чем осветил широко Юра Тимовский Дескать, всем независимым исследователям теперь будут затыкать рот По этому поводу провел стрим «Глобальный вопрос» с каналом «Сугубо тот» И «Сугубо тот» выразился следующим образом «Ничего страшного, и я тогда свои фильмы начну подписывать как научная фантастика И тогда ко мне претензий не будет» То есть, другими словами, закон о просветительской деятельности Это не новшества современных депутатов А уже был во времена Жюль Верна как минимум Хочешь говорить правду? Тогда называйся научным фантастом и проблем у тебя Есть ли информация по другим городам? Конечно Ну а на этом все С вами был голос Паши Лобанова И слова, как обычно, пули снегопада